Обыски в НПК перед перезагрузкой нацагентства. Не успел Минюст отправить в Верховную Раду закон об изменении работы антикоррупционеров, как в кабинет замглавы НПК Руслана Розецкого с обыском пришла нацполиция. Искали поддельные документы, которыми он якобы пользовался. В нацагентстве заявили, такие действия направлены на дискредитацию НПК и сбой в проверках деклараций. Ситуация разбирался Александр Васильченко. Обыск в кабинете зампредседателя НПК Руслана Розецкого начался утром. На рабочее место он прибыл ближе к обеду. Сказал, что об обыске впервые узнал от журналистов. Кто его проводит, что ищут и в чем его подозревают, не знает. Но уверяет, такими действиями его хотят дискредитировать. Ордер на обыск в кабинете Родецкого по ходатайству ГПУ выдал Печерский райсуд столицы. Первая с документом ознакомилась глава НПК Наталья Корчак. Она разрешила провести обыск и обеспечила следователям доступ в кабинет Родецкого. Постойные разговоры о том, что кто-то блокирует, что это по замовленню, что именно в силу того, что именно этот член нацагентства проводит проверки, декларации, и на него таким образом действует тиск, то я снова хочу с всей ответственностью сказать, что не можно действовать тиск на того, кто ничего не делает. Подозревают замглаву НПК в использовании поддельных документов и подачи их в квалификационную комиссию адвокатуры. Якобы Родецкий таким образом получил свидетельство адвоката и имеет право на частную практику, но его защитник информацию опровергает. Пан Родецкий с 18-го, 19-го, 14-го року не является адвокатом. Его обязательность прекращена. Это официальный документ, это выйти из реестра адвокатов Украины. И на сегодняшний день делать какие-то заявки про то, что Родецкий является адвокатом, про то, что в нём проводится опыт как адвоката, это всё не отвечает действительности. Обыски в кабинете Родецкий связывает с поданным в Верховную Раду законом о перезагрузке на ПК. Согласно документу, нынешнее руководство агентства отстранят от работы. У разу перезагрузки национального агентства, так как мы, как члены национального агентства, есть независимыми, на нас не можно в работу втручаться, но через изменение закона происходит фактическое уничтожение самой независимости и фактическое втручание сегодняшней работы. Как следует, все результаты проверки, которые были проведены, все пояснения по тем фактам, обстоятельствам, которые давали субъекты декорирования, до них никто не имеет права уже повернуваться. Таким образом, все эти проверки аннулируются. Автором этого закона выступил министр юстиции Павел Петренко. С начала этого года он инициировал служебное расследование на ПК, утверждая, что ее декларирование работает со сбоями. Тогда Петренко обвинил Корчак в непрофессионализме. Если существует тиск, или есть какая-то дискредитация, то я четко могу сказать, что такая дискредитация началась от пана Петренко, начиная с Нового года. Это сильно несправданная политика для того, чтобы этот орган уничтожить. Напомню, сам министр юстиции фигурировал в нескольких громких скандалах. По результатам расследования журналистов национального антикоррупционного портала, в конце 2015 года захват житомирской кондитерской фабрики организовал коллега по фракции Петренко, нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский. Тогда Миньюз исключил предприятие с госреестра и назначил нового директора. Привлекла внимание и декларация чиновника. В прошлом месяце министр внес в документ 1 миллион долларов наличными и столько же на депозите в Ачатбанке. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Я напомню, и министр юстиции Павел Петренко, и глава НПК Наталья Корчак являются ставленниками Народного фронта. В рядах этой полицилы также экс-премьер Арсений Яценюк, нардеп Сергей Пашинский, который 31 декабря прошлого года во время словесной перепалки выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. А также министр внутренних дел Арсен Аваков, которого называют одним из организаторов поджога студии подробностей в сентябре прошлого года. Это следует из собственного расследования оппозиционного блока, после опубликования результатов которого статью поджога удалось переквалифицировать на терроризм. Однако уже практически год нацполиция не может найти заказчиков и исполнителей этого преступления.